Участниками чемпионата стали подростки в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие мастер-класс по оказанию доврачебной помощи и победившие в чемпионатах в территориальных управлениях. Более 70 человек разделились на 13 команд, по одной от каждого территориального управления. У нас ребята прошли очень много этапов. Первый этап они смотрели базовый видеокурс, базовый урок со своим учителем, педагогом. Второй этап они проходили мастер-класс с профессиональным инструктором, учились сердечно-легочной реанимации и приемом Геймлиха. Третий этап у них были соревнования, чемпионаты территориального управления. Я считаю, что проведение подобных предприятий и вообще обучение первой помощи, это чрезвычайно нужное именно сейчас направление работы, потому что это и есть воспитание в молодых людях гражданственности, воспитание служения, воспитание чувства взаимной помощи, взаимной выручки. Это важно всегда, а сейчас важно особенно. Дмитрий Антонов приехал на чемпионат из села Елховка. После школы мечтает поступить в мединститут, а сейчас надеется на победу. Первый этап проходил в Красном Яре, мы заняли первое место и прошли на Самару. У нас в школе с недавних пор есть два манекена для сердечно-легочной реанимации и для отработки приема Геймлиха, по ним и занимались. Лучшие команды представит регион на всероссийском чемпионате по первой помощи, который пройдет в Москве в ноябре. Виктория Шарая, Сергей Баскин, События.